Собаки Главные помощники спасателей на завалах в горах и в лесах — собаки. Именно они ищут людей в самых сложных условиях. Всем привет! Сегодня расскажем о кинологической службе МЧС России. Ей больше 25 лет. А началось все здесь, в отряде «Центроспас». Мы в подмосковном Жуковском. Впервые российские спасатели привлекли собак для поиска людей в 1995 году. Тогда на Сахалине в разрушенном землетрясении в Нефтегорске необходимо было найти выживших. Благодаря двум собакам из-под руин достали несколько десятков пострадавших. В МЧС приняли решение о создании кинологической службы. С тех пор собаки принимают участие в поисковых операциях по всему миру. Сейчас крупный кинологический центр находится в трех подразделениях — в Центре «Лидер», в Ногинском спасательном центре и Центроспасе. Вообще собаки-спасатели Центроспаса живут у кинологов дома, а сюда приходят на службу. Вот их офис. Ну да, кабинеты у них, конечно, своеобразные. Сегодня на работе два лабрадора и две бельгийские овчарки. Остальные отдыхают, но находятся в постоянной готовности. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся с вами и с вашим компаньоном. Меня зовут Александр Никольский, спасатель первого класса отряда «Центроспас». Это мой напарник, лабрадор. Зовут полное имя Азазель, источник счастья. А коротко — Айза. На чем специализируются собаки-центра? Основная наша специализация — это поиск живых людей как в техногенных завалах, так и в природной среде. То есть собаки применяются в горах, в поиске в лавинах. В каких серьезных поисковых операциях принимали участие собаки отряда «Центроспаса»? Вы знаете, за столько лет службы, конечно, поездили немало и по стране, и за рубежом, начиная в таких местах, как Турция, Индонезия, Алжир, Тайвань, Китай. Как отбираются вообще собаки в МЧС? И когда становится понятно, что собака готова переходить к операциям? Необходимо, чтобы собака была контактна, активна. Естественно, никаких болезней ее не преследовали. Стараться не бояться. Лояльное отношение к людям. И со щенков начинаем работать. Требуется не менее полугода, чтобы достичь какой-то специализации определенной. Потом собака выходит на аттестацию, и получаем допуск к работе. Где и как вы их тренируете? Стараемся выезжать на полигоны, это в Московскую область, на заброшенные стройки, на необорудованные какие-то стройплощадки, разрушенные здания. Также ездим в леса, где отрабатываем поиск живых людей. Сейчас мы с Айза отправимся к ветврачу в кабинет для осмотра. А сразу же после с вами встретимся на полигоне. Жалобы есть? Нет, все хорошо. Все нормально? Да. Как прошли выходные? Отлично. Важно, чтобы не было никаких выделений, новообразований, чтобы были в порядке склеры, чтобы у нас было нормально прокрасено здесь поверхность неба, губы. Вот, не было анемии. Были у нас здоровые чистые уши. Да, хорошая. Ой, это хорошее. Вот это. Да, у нас. На, 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 все хорошо. Ну что ж, собака в хорошей кондиции, к работе готова. Можно заступать на смену. Бывают какие-то внезапные проблемы, травма, там, порез лапы, например, еще что-то. Тогда принимаем решение о том, что собаку временно от работы отстранить, щадящий режим, назначаем лечение. У нас обязательно есть такое постэкспедиционное обследование. Обязательно собак отводим в клинику, проводим лабораторное исследование, смотрим, чтобы все было в порядке. Обязательно у каждого спасателя-кинолога есть с собой средства первой помощи. Это дезинфекции, обязательно перевязочные материалы. Ветеринар тоже относится к выездному составу. И при необходимости, если какой-то серьезный выезд, принимает участие. Сейчас мы находимся на полигоне, где собаки отрабатывают поиск людей. Игорь спрячется в специальном укрытии, а я поработаю с кинологом. Посмотрим, как быстро Айза справится с заданием. Ну что ж, я остановлюсь вот на этом укрытии. Ни кинолог, ни Настя не знают, в каком укрытии я буду находиться. Все для чистоты эксперимента. Глубоко. Прежде чем собаку пустить на поиск, мне необходимо ее включить. У каждого хозяина свое слово, своя команда на включение. У нас это слово «работаем». Работаем. Работаем. Щип. Появление видно, сама она нашла. Сейчас даст обозначение. Слайд, бутер. Да. Слайд, бутер. Обязательно, да, похвала. Молодец, хорошо, молодец. Кинолог теперь должен поднять и посмотреть. Откроем пас, проверим. Да, вот он. Да, браво, молодец. Давай кусочек, Игорь. Естественно, награда за поиск. Ну что, Игорь, по ощущениям долго тебя искали? По ощущениям недолго. Но это очень крутое чувство, когда тебя наконец нашли. А это еще один тренажер, необычный. На нем отрабатывают десантирование кинолога с собакой. Например, это необходимо при поиске в труднодоступной местности. Сейчас мы посмотрим, как это происходит. Настя ждет внизу. Александр, расскажите, что это за тренажер и как происходит десантирование? Это тренажер для десантирования с вертолета. Он выполнен из корпуса настоящего МИ-8. Специально предназначен для тренировок по десантированию. Как просто спасатели, так и можно вместе с собаками. Значит, прежде всего, чтобы оказаться на борту, необходимо нам застраховаться. Как видите, нам не даст страховочная система. И на собаке точно такая же страховочная система, специально сшитая по размерам. Следующее, что мы делаем, выпускающий у нас открывает дверь. Сбрасывает веревку. Говорит о готовности. Я заправляю веревку в специальное страховочное устройство, на котором производится спуск. С какой высоты, как правило, происходит десантирование? 30 метров. Я готов. Задом я, да? Конечно, собака привыкнуть к такому никогда не может, поэтому есть некоторые нюансы. Когда она находится в подвесной системе, все, она уже никуда не денется. Отстегиваем страховочный шнур и начинаем десантирование. Ай, браво, молодец. Молодец. Хорошо. Вон. Расскажите, вот какой стресс переживают собаки, когда десантируются с настоящего вертолета? Там же дикий гул и в оттоке воздуха. Ну, во-первых, к шуму, к гулу вертолетов мы собак приучаем постепенно. Ну, а что по поводу страха? В общем-то, не боятся они только дураки. Поэтому страх присущ собаке. Самый ответственный момент для нее, это страшный, это выход из самого вертолета. Все остальное потом уже от нее ничего не зависит, это под контролем только кинолога. В какие места вы вообще десантируетесь, когда настоящая чрезвычайная ситуация происходит? Либо поиски. Десантируются обычно в те места, где нет доступа техники, которая не может подъехать, только по воздуху. Это может быть как горные массивы, так и лесные массивы, какие-то заброшенные далекие поселки. Сейчас идет мелкий дождик, а когда настоящее десантирование происходит, наверняка бывает какая-то погода намного хуже. Погодные, да, условия влияют, конечно, десантирование. Если летчикам дает вылет метеослужба, то мы, естественно, вылетаем и десантируемся. А у собак вообще существует класс профессионализма? Да, он подразделяется на два класса, класс А и класс Б. Класс А собаке присваивается при первоначальной аттестации, и она уже готова к работе. Для этого необходимо на определенной площади найти, называли, трех пострадавших, в лесу два пострадавших за 20 минут. Чтобы повысить класс, необходимо увеличить площадь, как называли, так и в лесу, и количество пострадавших. А какой класс профессионализма УАЙЗа? УАЙЗа начальный, а класс нам пока этого достаточно. Ну, все равно молодец. Да? Да. В службе спасения собака работает до тех пор, пока позволяет здоровье. Возрастного ценза нет. Служебный стаж собак может составлять 10 лет и больше. В России собакам-спасателям установлено несколько памятников. Это благодарность людей за верную службу. Более чем за четверть века собаки МЧС спасли сотни человек. Кинологические расчеты могут отправиться на боевое задание в любой момент. О каких еще службах спасения вы хотели бы узнать в наших выпусках? Пишите в комментариях, мы расскажем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!